Привет всем подписчикам и гостям моего канала. Вот мы поймали с Ирой на рыбалке щуку, щука и кряночка. Хочу вам показать, как приготовить икру, засолить щучью. Довольно-таки получается очень вкусно. Мы перепробовали с Ирой много рецептов, брали все рецепты с интернета, но этот самый лучший, самый вкусный на наш взгляд. Хочу с вами поделиться этим замечательным рецептом. Часть щуки, у нас было 4 щучки, вот они небольшие, вот Ира уже выпотрошила. И осталась еще самая большая килошечка. Вот сейчас Ира ее тоже выпотрошит. И дальше покажем процесс, как нужно отделить икру от плевы. Так, все по порядку, начинаем. Сейчас в этот период года, февраль-март, щука готовится на нерест. Икра у нее самая зрелая, самая полная. Вот именно эта икра и нужна. У щуки два мешочка, в которых хранится икра. Аккуратно ее выделяем. Складываем в мисочку. Вот сейчас отделили. Следующий процесс будет протирание икры через терку. Так, ну вот, сейчас будем протирать икру на терке. Просто руками через крупную терочку. Икринки выпадают вниз, а в руках остается тревог. Потом плево, выбрасывается в мусор. Делать надо без нажима, чтобы не повредить икру, потому что икра может лопнуть. Чтобы икра получилась красивая, надо стараться, чтобы сгустки крови не попадали в чистую икру. Так, ну вот, икра перетерта. Готова к следующему этапу. Следующий этап у нас приготовление рапы. Нужно на литр воды 2 столовые ложки соли. Но так как у нас икры не очень много, поэтому мы берем пол-литра воды и ложим 1 столовую ложку соли. Потом эту воду мы ставим на огонь. Кипятимею, то есть соль растворяется в воде. И заливаем нашу икру. Ждем, пока наш рассол закипит. Наша рапа закипела. Соль растворилась. Теперь, пока она горячая, мы берем и заливаем икру нашей рапой. При этом перемешиваем. Ничего страшного, если вода будет темного цвета, мы ее будем сливать, отцеживать икру. То есть вот эта вся пена уйдет и грязная вода. То есть таким образом мы дезинфицируем икру от всяких бактерий. Икру, залитую ирапой, мы оставляем на 10 минут. Икра таким образом обработается в соли и проварится. Так, 10 минут у нас прошло. Теперь мы берем марлю. И процеживаем нашу икру. Продолжение следует... Потом мы подвешиваем ее, чтобы стекала эта вода. Грязную воду мы выливаем. И оставляем ее так вот висеть, вот таким мешочком. Минут 15-20, можно полчаса. Пока полностью вода не стечет. Икра наша не перестанет капать. Наша икра провисела 15 минут, полностью стекла. Мы теперь будем ее снимать и выкладывать в нашу баночку. Кстати, баночку нужно перед тем, как выкладывать в нее икру, обдать кипятком, для того, чтобы икра дольше хранилась. Хочу еще обратить ваше внимание, что икру нужно хранить в плотно закрытой банке не более трех дней в холодильнике. Вот у нас получилась хорошая пол-литровая баночка. Икра получается рассыпчатая. Икринки отдельно, друг от дружки. Вот так. Баночка почти полная. Но это еще не все. Остался последний штрих. А штрих этот, это просто берем и поливаем аликой, для того, чтобы икра блестела и больше рассыпалась между собой. Они туда распадаются, икринки отделяются друг от друга, и икра становится блестящей. Вот икра имеет такой вид. Вот, посмотрите, как она блестит, переливается. И очень-очень вкусная икра. Всем рекомендую. Это самый простой, самый быстрый рецепт приготовления щучьей икры. Потом мы можем намазать хлеб маслом, а сверху положить икорочки. Всем приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok